Период в лучезарной Медине Пророк Аллаха, саллиллаху алию ассалям, прибыл в Медину на 13-м году своего пророчества и жил в ней в течение 10 лет, начиная со дня хиджры 12-го числа арабского месяца Раби-оль-Ауэль, 622-й год, по грегорианскому календарю. Благословенный Пророк в доме Халиды жил на первом этаже, чтобы было удобнее принимать гостей и посетителей. Хотя благословенному Халиду и его жене Умму Айюбе было неудобно жить над благословенным Пророком, саллиллаху алию ассалям, однако он настаивал на том, чтобы остаться жить на нижнем этаже. Сам благословенный Абу Айюб рассказывал, что однажды разбился их кувшин и разлилась вода. И чтобы не беспокоить Пророка, саллиллаху алию ассалям, они старались с женой вытереть всю воду своим единственным одеялом, всем тем, что они имели. После долгих просьб Абу Айюба, да будет доволен им Аллах, благословенный Пророк, саллиллаху алию ассалям, согласился жить на верхнем этаже. Готовя еду, они вначале отправляли её благословенному Пророку, а потом ели то, что оставалось после него, с того же края, откуда ел и он. Однажды они приготовили еду с луком или чесноком, которую Пророк, не попробовав, отправил обратно. На вопрос Абу Айюба он ответил, «Я почувствовал как-то запах в этих овощах и поэтому не стал есть, ведь я общаюсь с ангелами». Абу Айюб спросил, «Так что, эта пища харам, запретна?» В ответ было сказано, «Нет, вы это можете есть». В другой раз они приготовили еду с расчётом на двух человек, благословенному Пророку и благословенному Абу Бакру, и отнесли им. Благословенный Пророк, саллиллаху алию ассалям, попросил Абу Айюба пригласить на угощение 30 почётных людей из ансаров. Абу Айюб обеспокоился, потому что еды было мало, а Пророк, саллиллаху алию ассалям, наверняка подумал, что еды хватит на всех. Но Пророк, саллиллаху алию ассалям, снова повторил свою просьбу, и Абу Айюб пригласил их. Еды хватило на всех, но не все наелись. Потом попросил пригласить 60 человек, после них 90 человек. Все они поели, а еда выглядела как прежде. Все были удивлены. Это было одним из чудес Пророка, саллиллаху алию ассалям, данное Аллахом Всевышним. Таким образом, они накормили ещё 180 человек едой, приготовленные всего лишь на двоих.